Добрый день, уважаемые виноградари! Сегодня у нас 22 августа 2020 года. Мы находимся на винограднике моего уважаемого соседа, город Полтава, Украина. В этом коротеньком сюжете или таком цикле видеороликов сегодняшнего дня мы поговорим о старых, давно уже всем известных и проверенных гибридных формах или даже о сортах. Дело в том, что все мы увлекаемся новиночками, всем нам интересно экспериментировать, это дело затягивает. Но, видя такую красоту, нельзя еще раз поговорить о всем известной и давно проверенной форме, вернее сорте, под названием Аркадия. Обратите внимание, такая нагрузка и это только один рукав. Вот здесь расстояние больше трех метров. И это только одно плечо. Второе плечо точно такая же нагрузка. По одной грозди висит, обратите внимание, одна грозь, вторая грозь и здесь одна грозь. То есть виноград чистенький, ухоженный, лоза вызревает, он уже практически готов к употреблению. Давайте срежем. Смотрите, ну разве это не красавица? Разве это не ягода? Разве это не виноград, который просто хочется кушать и кушать? Сейчас мы взвесим ягодку. Ну это так, просто показать вес ягоды. 13,3 грамма практически. Ну, почему такую ягоду не выращивать? Саженцы копейки стоят. Отдача бешеная, колоссальная, вкусовые качества на высоте. Красавица и всеми любимая Аркадия. Вот так сказать, при хорошем уходе, должное количество времени уделять ему. И все будет замечательно. Вы будете всегда с урожаем. Еще что хотелось сказать. Здесь все выращивается при помощи свисающего прироста. Свисающего прироста. Плюс, ко всему прочему, немаловажное значение имеет задернение земли. То есть, постоянно косится, зеленая масса остается здесь, перепревает, постоянно свежее удобрение. Вот таким образом получается такой прекрасный урожай сорта Аркадия. Вот, в принципе, все, что хотелось сказать вам, показать. Уже давно все сказано про Аркадию. Только показать, при каких условиях она дает замечательный урожай. И прошу еще обратить внимание. Аидиума практически нигде нет. То есть, велися своевременные обработки. Вот здесь, вот-вот, маленькая ягодка с маленьким пятнышком Аидиума. Все остальное, ну, может, где-нибудь, где и попадется. А так, чистенькая ягода. И еще хочу проакцентировать внимание. В том году на этом винограднике был большой бич. Серые огни. За неделю пропал весь урожай. В этом году мы поработали тельдором. И, как вы видите, здесь в этом году, все знают, лютуют воробьи, надклевывают, начинает течь сок. Но серые гнили не возникают. Обработали один раз тельдором, не помню, может быть, даже два тельдором после цветения и на стадии размягчения. И сейчас серых признаков серой гнили нет ни на одном винограднике. Вот это, в принципе, все, что я хотел сказать вам на данный момент. Хорошо, спасибо, Александр. Да, действительно, урожай очень колоссальный. Вот, и ягода красивая, и крупная, и вкусная. Так что и сорт испытанный, годами испытанный. Ему уже более 30, наверное, 40 лет будет. И все его любят, все его выращивают. И саженцы очень дешевые. Черенки вообще, чпуху, 10 гривен штука. Так что, кто ищет, что посадить, особенно начинающие, то обратите внимание. И даже у кого он растет, я не вижу смысла отказываться от этого сорта. Потому что он показывает прекрасные результаты вкуснейшей ягоды. Хорошо, всем спасибо за внимание. Всем щедрых урожаев и до встречи в следующих видео. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»